С момента перемирия международное сообщество говорило нам, что не признает независимость Карабаха. Об этом сказал Жирайд Лепардян, советник первого президента Армении и переговорчик по Карабаху в 1991-1997 годах. В целом, Россия, Турция, Иран, США и Франция предлагали варианты, основанные на территориальной целостности Азербайджана. Это было ясно. Они говорили, это нам последние 30 лет. Согласно Лепардяну, никто в мире не ожидал, что Армения будет удерживать 7 районов вокруг Нагорного Карабаха. Мы, то есть команда Тер-Петросяна, хотели создать возможность для возврата большей части районов в обмен на мир и оставить вопрос о статусе на потом. Следующие администрации решили, что возвращать территории можно только в обмен на статус, то есть признание независимости Карабаха со стороны Азербайджана или хотя бы путь к независимости, такой как референдум. Администрация Пашиняна решила, что в основе переговоров лежат ошибочные постулаты, которые четко предусматривают лишь возврат 7 районов и никак не проясняют вопрос статуса. Пашинян настаивал, что необходимо ясное понимание будущего статуса, а без этого позицию Азербайджана нельзя воспринимать всерьез, и переговоры бессмысленны, потому что Азербайджан настаивает на территориальной целостности. И он пришел к заключению, что сначала надо договориться о статусе, а если для этого потребуется война, то будет война, и мы победим. Такой была логика армянской стороны все последние 25 лет, и сейчас мы видим просчеты, масштабные просчеты. Жирайр Лепаридян отметил, что армянская сторона сделала ряд совершенно лишних шагов еще до войны, которые были провокационными в отношении Азербайджана и Турции. Например, когда мы обсуждаем будущий статус Карабаха, Азербайджан предлагает свое решение. Карабах – это Азербайджан. Это позиция международного сообщества. И тут мы говорим. Забудьте о переговорах. Карабах – это Армения. И точка. Второе. Президент и премьер-министр Армении этим летом сделали заявление в связи с годовщиной Северского мирного договора, который можно считать предъявлением территориальных претензий Турции. Кроме того, министр обороны Армении заявил – новая война – новые территории. Пашинян думал, что он великий государственный деятель, когда заявил, что любое решение должно быть приемлемо для народов Азербайджана, Карабаха и Армении. Он думал, что это гениальная идея, которую должен повторить и принять Алиев. А если он не повторит, значит он плохой лидер. Но дело в том, что он не предложил самого решения, какое решение будет принято всеми тремя народами. А еще Пашинян думал, что международное сообщество наградит Армению за движение по пути демократии и изменит свою позицию по семи районам. Но такие обмены существуют только в его картине мира, в его воображении. Все это просчеты, и они не имели ничего общего с реальностью. Касаясь внутриполитической ситуации в самой Армении, Липаридзян подчеркнул, что, когда говорят, что Пашинян должен уйти, я спрашиваю, а кто займет его место? Большинство политических сил хотят власти, хотят сыграть на поражении, но они не предлагают новые подходы. Относительно будущей ситуации после заявления о мире 10 ноября Липаридзян отметил. Заявление о прекращении огня фактически закрывает тему Карабаха. Оно не говорит этого прямо, но оно основано на принципе территориальной целостности Азербайджана. И Пашинян, премьер-министр Армении, подписал его. И никто уже этого не изменит. Азербайджанцы будут возвращаться, и власти Азербайджана сделают все, чтобы максимальное число вернулось. Мы же хотим, чтобы наши соотечественники, карабахские армяне, вернулись. Но будут ли они готовы вернуться в такой Карабах? А если не будет массового возвращения карабахских армян, то дальнейший статус Карабаха можно не обсуждать. С другой стороны, отметил Липаридзян, Россия заинтересована в том, чтобы как можно больше армян вернулись. Потому что если там не будет карабахских армян, то Азербайджан сможет сказать российским военным. Что вы здесь делаете? Но когда президент Путин и другие мировые лидеры говорят, что статус Карабаха не определен, они не имеют в виду, что возможна независимость Карабаха. Они уже говорили, что это невозможно, что Карабах – это часть Азербайджана. Они обозначили это очень четко. Заявление от 10 ноября дает понять, что о выборе речи не идет. О выборе между независимым Карабахом или в составе Азербайджана. Этого выбора больше не существует, если он когда-нибудь существовал. Переговоры могут быть о двух сценариях. Будет ли армянский Карабах географической территориально определенной единицей в составе Азербайджана, или армяне получат культурную автономию, о которой говорит Ильхам Алиев, и которая не подразумевает никаких территориальных прав для меньшинства. Липаридян также прокомментировал призывы Пашиняна к международному сообществу признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом я и говорю. Менталитет не изменился. Это главная проблема нашего политического мышления. И этой проблеме не меньше 200 лет. Она не новая. Нам так нравится. Нам нравятся иллюзии. Мы любим думать, что справедливые решения, идеальные решения – это возможные решения. Это наша стратегия по жизни – мечтать. Но мечтать – это не стратегия. Субтитры создавал DimaTorzok